Путин меняет цели СВО и готов обменять Курск. Кремль не меняет геноцидной тактики и бомбит Украину в День Знаний. Монголия может изменить международному праву и не арестовать российского диктатора. Как все эти главные новости дня меняют ход российско-украинской войны, объясним здесь и сейчас. Это программа 20 минут, а я, Ирина Узлова. Война России направлена не только против Украины, но и против человечности, достоинства и человеческой жизни. Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на бесчетный массированный российский ракетный удар по Украине, в результате которого серьезно пострадала, в частности, и мечеть на Киевских Нивках. Украинский гарант призвал западных союзников действовать. Мир должен увидеть, что война России направлена не только против Украины, но и против человечества, достоинства и человеческой жизни. Таким варварским актам нет места в нашем современном мире. Они должны быть решительно осуждены и встречены решительными действиями со стороны международного сообщества. Мы все должны объединиться, чтобы противостоять российской агрессии и потребовать восстановления справедливого мира на основе формулы мира и устава ООН. Также сегодня, в День знаний, с чем, не считаясь, как и с детскими жизнями, российский диктатор напоздравлял нас с очередной порцией смертоносных ракет, президент украинский Владимир Зеленский обратился к нашим учителям и учащимся. Сегодня Украина начинает новый учебный год, несмотря на войну, на все вызовы. Сегодня для миллионов наших украинских детей, семей, учителей – один из самых главных дней года. Я благодарен всем, кто сделал возможным этот учебный год для Украины, всем учителям, работающим в нашем государстве и каждому, кто защищает наши города и села. Украина делает все, чтобы дать детям как можно больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают – это доказательство стойкости нашего народа и сил Украины. Благодарны и мы. Низкий поклон. Этой ночью украинские школьники и их родители мирно спали дома перед началом учебного года. И именно в эти часы Россия именем и розчерком убийцы Путина запустила по нам залп из 35 ракет и 23 беспилотников по Украине, пока люди спали. К счастью, противовоздушная оборона Украины спасла жизни, но гражданская инфраструктура была повреждена. Некоторые из баллистических ракет, выпущенные по украинским гражданам сегодня утром, были КН-23. Да-да, те самые из Северной Кореи. Режимы и диктаторы не имеют ограничений на коллаборацию и использование убийственного оружия. Разве это не нонсенс? Таким более чем и уже давно как уместным вопросом задается министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулепа. Режимы в Пхеньяне и Москве не имеют ограничений на дальние удары по любой точке Украины. Однако, защищая себя от этих двух варварских военных машин, Украина вынуждена сражаться со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд? Партнерам Украины давно пора отказаться от беспочвенных страхов и снять ограничения на законное право страны на самооборону в соответствии с уставом ООН, которое включает право наносить удары по любым законным военным целям на территории России. Более того, напоминает Кулеба, использование России с северокорейских боеприпасов Войне против Украины не только нарушает международное право и ставит под угрозу жизни украинцев, но и может значительно ухудшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, да и во всем мире. Растущее военное сотрудничество между Путиным и Ким Чен Ином представляет серьезную угрозу безопасности как для Европы, так и для Азии. Мы призываем наших азиатских партнеров рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине. Чем сильнее будет Украина и чем менее успешны будут российские и северокорейские диктаторы, тем стабильнее и безопаснее будут Европа и Азия. В первый день учебного года в Киеве российский обстрел повредил и окна в двух школах Шевченковского и Святошевского района. В общем, обломки упали в восьми районах украинской столицы. Утром 2 сентября войска Российской Федерации нанесли новый удар по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушная тревога длилась почти два часа. В результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Киеве двое пострадавших обратились за медицинской помощью, один человек госпитализирован. Ночью Россия запустила по нам 58 воздушных целей, 35 ракет разных типов и 23 шахеда. Удалось сбить 44 цели, 22 ракеты, 9 баллистических и 20 шахедов. Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. Согласно отчету наших воздушных сил сбито 9 баллистических ракет из Кандер-М, а ниже КН-23 из 16, 13 крылатых ракет Х-101 из 14. Еще одна такая ракета не достигла цели и была локально утеряна, упала. 20 шахедов из 23 обезврежено, остальные три локально потеряны. Это значит, что они упали, не достигнув цели. Не удалось сбить 4 зенитные управляемые ракеты С-300, С-400 из области Белгородской террористической федерации. 7 баллистических ракет из 16 и 1 ракету неустановленного типа. Надо бить. Бить атакамсами по пусковым установкам вглубь страны агрессора России. Вот, что упредит удары по Украине. И неплохо было бы нашим партнерам наконец-то это осознать, а не продолжать фактически подыгрывать стране агрессору, рассуждает в нашем эфире военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Светан. И неплохо показали сегодня себя ПВОшники. Отработали по практически всем целям. Большинство ракет было перехвачено, уничтожено. Но это хорошо, что стоит Патриот и отработал по баллистике. Больше 10 баллистических ракет шло. А для того, чтобы баллистику уничтожать, что такое баллистика? Ну, 500 километров Эскандер, допустим, стоит. Это он километров 300 идет над украинской территорией. И где-то на глубине в 200 километров стоит пусковая установка по обстрелу по Киеву. Так вот, если бы у нас было разрешение отработать атакамсами 300-километровыми, по этим 200-километровым, стоящим в глубине Эскандером, так у нас бы часть ракет, она просто бы не вышла на восходящих траекториях или накрыли бы на самих пусковых установках. А что надо делать? Баллистику надо уничтожать. Либо на пусковой установке ракету, либо на восходящей траектории. Если она уже заходит на цель, она практически вертикально заходит. Даже если вы ее уничтожили тем же Патриотом. И Патриот, и баллистика, то, что там осталось сотни килограмм железа, если еще не сдетонировала, так она еще на земле сдетонирует. Это все падает практически рядом с целью. Странные соседи Украины просто обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем те войдут в их воздушное пространство. Несмотря на сопротивление НАТО, об этом заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет как будто бы может втянуть весь Североатлантический альянс в войну. Некоторые официальные лица Запада убеждены, что такие действия могут стереть пресловутые красные линии относительно вмешательства в войну и приведут к мести со стороны РФ. Какой? Это уже просто моветон. Сикорский также похвалил нас за Курскую операцию, поскольку это шокировало президента России, так называемого Владимира Путина, и показало ему, что жертва не всегда делает то, что ожидаешь. Членство МНАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства. Это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной ударить по ним, потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что обломки кого-то ранят, является значительным. Лучше всего ракеты сбивать на большой высоте над Украиной, поскольку чем ближе ракета будет к своей цели в момент перехвата, тем больше риска для поляков. Не только Украина, но и весь Запад должен выводить Путина из равновесия. И одна из ошибок, которую постоянно делала наша сторона, заключается в том, что мы заранее говорили Путину, что мы будем делать или не будем делать. И вот почему результат этого набега на курс гораздо лучше, чем контрнаступление прошлого года, которое было так легко предсказать. И, следовательно, к нему готовиться. Тем временем тревожные мероприятия окутали в разгар бархатного сезона Крым. Украинскую ракету-дрон «Поляныця» впервые применили для удара по военной цели Силы обороны Украины и сделали это в Крыму. Ракета-дрон «Поляныця» украинского производства во время удара по военной цели на территории временно оккупированного Крыма была задействована в августе, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Какой именно объект поразила «Поляныця» не уточняется. По данным источников, это была комплексная операция, во время которой ракета-дрон предварительно поразила выбранную цель. «Поляныця» может раскрошить 20 российских аэродромов, которые находятся в радиусе ее действия. Президент Украины Владимир Зеленский, напомню, во время торжеств по случаю Дня независимости заявил о том, что ВСУ 24 августа впервые нанесли удар по российским оккупантам именно ракетой-дронам «Поляныця» украинского производства. По его словам, новая ракета-дрон намного быстрее и мощнее других дальнобойных дронов украинского производства. Министр стратегических отраслей промышленности Александр Комышин позже уточнил, что речь идет о совершенно новом классе оружия – rocket drones. 27 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press сообщил, что производство украинской ракеты-дрона «Поляныця» обходится примерно в 1 миллион долларов. Но нам для оккупантов ничего не жалко. И, кажется, Панаехи и оккупанты в Крыму начали что-то понимать. Наложили в штанишки и обложили Крымский мост. Так выглядит сооружение, которое Россия возводит в проливе со стороны Крыма параллельно Керченскому мосту. Уже вбиты в дно около сотни свай, на которые установлены металлические балки и оборудовано-дорожное полотно. Ну, они старались. Строительство охраняется постами российских военных. Один такой пост, как видим, попал на фото. Телеграм-канал «Крымский ветер» делится с нами. Параллельный мост, возможно, продлят до судоходного пролета основного моста. Предположительно, таким образом Россия хочет создать дорогу-дублер на случай уничтожения или сильного повреждения незаконной лишней конструкции. Кроме того, параллельное сооружение как будто бы затруднит проход украинским морским дронам к опорам основного моста. Забывают россияне, что от массированной комбинированной атаки Крымский мост уже ничего не спасет, даже иконы. Тем временем, дряхлый кровавый убийца-извращенец Путин, обстреляв нашу страну, поперся в свои школы. Ну, как школы? Скорее рассадники фашизма для малолетних со смесью потенциального заключения неугодных с таким подходом в концлагерь. Российский диктатор притащил свой зад в тувинские школы, где более чем заметен подход к воспитанию ультрапатриотов, так сказать, с порога. Путин спросил ученице школы номер 20, далеко ли ей добираться от дома. И перед тем еще, как девочка ответила, директор школы попугалов. Попугал и замотал головой за спиной у президента. Но это не помогло. Намеков девочка не поняла и честно сказала, что два километра Путин заинтересовался, как дети будут добираться. Директор школы ответил, что езжу автобусы. Ну да, они, может, и есть, отвечаемые. Главное, чтобы к ним еще прилагались дороги, что в России встретишь несчастно. В конце концов, и на лошадях или гонщих можно. Че уж там, все как любили, в имперские времена, которых больше нет. В рамках поездки в Туву Путин осмотрел новую школу номер 20 имени Героев Отечества, убийц, где прошел открытый урок на тему разговора важном. Но почему-то не посетил Путин и тамошнюю железную дорогу, первый костыль в полотно которой 13 лет назад торжественно вбил сам Путин. И которая сегодня выглядит точно так же, как 13 лет назад. 50 метров рельсов из ниоткуда в никуда посреди ничего. Странно, кстати. А почему это на День знаний Путин не поехал в Беслан, а ездил на место своего преступления ранее? В сентябре, кстати, 2005 года он тоже там был. О той встрече вспоминала Анета Гудиева, рассказывает журналистка Ксения Ларина. Гудиева спросила, вы ведь были недавно в Иерусалиме и, кажется, два часа простояли у гроба Господним. А тогда Путин ответил, да. Я спросила, и вы, наверное, вспоминали о своих грехах? Может быть, думали и о Беслане? Он ответил, да. Тогда покайтесь завтра вслух перед Бесланом, перед всей Россией, чтобы все люди это слышали, чтобы у нас началась новая жизнь, без лжи и жестокости. В 2005-м Путин сказал, я подумаю. Анета сказала, если наши дети и все мы в нашей стране не нужны, вы нам скажите прямо, мы можем уехать. Путин сказал, что вам, мол, выбирать, уезжать или оставаться. Но уехать легче всего, куда труднее исправить жизнь в своей стране. Анета стала горячо говорить, что в России сегодня ценятся только власти деньги, а мы, люди, просто пушечное мясо. Напомню, 2005-й. Тогда Путин сказал, я вас не понимаю. Тогда Анета заявила, весь Беслан знает, что наших детей продали, и никто их не собирался спасать. Анета вспоминает, что в какой-то момент ее слова Путина обидели. Он тихо проговорил, вот я отработаю оставшиеся три года и уйду. Тогда посмотрите, что будет. Он никуда не ушел, но его угрозы и в 2024-м оказались вполне реальными. Он продолжает убивать. Убивает и убивает. И Путин объявил новую цель СВО. Оказывается, кровавая война, если вдруг кто не понял из нас, нужна для защиты детей в Туве. То есть, согласно Путину, украинцы, мирно живущие в 4500 км от Тувы, угрожали тувинским детям. Масштаб маразма не перестает поражать. Также Путин озвучил новые ультиматумы о мирных переговорах и привязал к ним Курскую операцию ВСУ. Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что страна-агресса России якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Однако сначала он хочет попытаться выгнать бандитов. Так Путин решил назвать военных вооруженных сил Украины из Курской области РФ. Путин заявил это школьникам в Туве, которые, видимо, очень интересовались этим вопросом и ради этого заявления ждали первого звонка, что наступление ВСУ в Курской области – это попытка остановить наступление РФ на Донбассе и дестабилизировать обстановку в пригранище. С этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации именно в Курскую область и с их попытками дестабилизировать ситуацию в пригранище в целом. Желые испытания, особенно в Курской области. Но главная задача, которой противник стоял перед собой – остановить наше наступление на Донбассе, они не застигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Вот это вот традиционно попыталось оправдать полномасштабное вторжение в Украину отказом Киева, исполнять Минские соглашения и началом подготовки к военным операциям. Таким образом, как видим, Путин изменил свое предварительное условие для начала мирных переговоров с Украиной. Сейчас это уже отход ВСУ из Курской области, тогда как в июне 2024-го он заявлял, что для завершения боевых действий Украина должна полностью вывести свои войска с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах каких-то административных им нарисованных границ. После начала операции ВСУ в Курской области в Кремле и вовсе заявляли о невозможности переговоров. Испугался бандитов, как он сам называет нас, на самом деле не по-детски. И о переговорах будет ныть все чаще, отмечает политолог Николай Давыдюк. Путин говорит, нет, мы от переговоров не отказываемся, но надо разобраться с проникшими на территорию страны бандитами, подчеркнул Путин, тонко намекая на Курскую операцию, где сегодня освобождаются территории от его влияния, и эти территории как раз получают шанс на получение отсутствия диктатуры Путина. То есть он готов, когда наши выйдут из Курщины, садиться за переговоры. Это отлично, но у нас тоже бандиты проникли в страну. Но не такие, как у них, что помогают местным, а убийцы. А уровень переговоров таки снижается. Это он, когда хотел здесь всех убить и умножить на ноль, а сейчас уже вроде бы нормально. Просто нужно выйти из Курской области. Монголия должна отказать во въезде президенту России Владимиру Путину или арестовать его, если тот въедет в страну. На основании ордера Международного уголовного суда к этому призывают правозащитники международной организации Human Rights Watch. Напомню, Путин должен постить Монголию уже завтра, 3 сентября, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск от японскими вооруженными силами на реке Халкинхол. Его пригласил президент страны Ухнаагин Хурэлсух. Это первая поездка Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут Международного уголовного суда с марта прошлого года и с момента выдачи ордера на его арест 17 числа. Президента России обвиняют в незаконном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву территории. По данным агентства Bloomberg, Улан-Батор заверил Путина, что его не задержат по прибытии в страну. Правозащитники отмечают, что Монголия нарушит международные обязательства, как члена МУС, если позволит диктатор упасти в страну и не арестует его там. По мнению Human Rights Watch, прием Путина не только оскорбит многих жертв преступлений российских сил, но и подорвет важнейший принцип верховенства закона. Монголия стала членом МУС в 2003-м. Согласно договору, страна обязана сотрудничать с судом, в том числе арестовывая и выдавая любых подозреваемых, которые въезжают на ее территорию. Если Путин посетит Монголию, это будет первый случай, когда страна-член МУС примет его после выдачи ордера на арест. Human Rights Watch напоминает, что в августе прошлого года Путин должен был посетить ежегодный саммит лидеров БРИКС в Южной Африке, стране, которая также признает юрисдикцию МУС. Визит российского диктатора в итоге был отменен. Разрешение на визит Путина также будет означать отказ Монголии от поддержки МУС в целом, утверждают правозащитники. Нельзя исключать в этой жизни ничего, как и возможности того, что Путина в Монголии вполне вероятно могут подорвать на минном поле либо Путина, либо двойника, который попрется вместо него, что уже, впрочем, вовсе значения не будет иметь. А почему? Не исключая такого смертоносного сценария для Путина российский оппозиционный журналист Сергей Астанян, он рассказал в эксклюзивном интервью для нашего телеканала «Услышим вместе». В этой связи поедет не Путин, а двойник. Но это абсолютно неважно. Когда под телекамерами всего земного шара будет арестован и в клетке вывезет в Гаагу, это осложнит жизнь оригинала. Потому что пока копия мается на глазах у человечества и, кстати, сдаёт генетический анализ на подтверждение подлинности, то оригинал в Новоогорёву прячется по подвалам, не вылазит из норы, и вообще-то он становится в этот момент уже не нужен и недееспособен, поэтому его тихо можно придушить в подвале Новоогорёва за никчёмностью и ввиду отсутствия каких бы то ни было дальнейших перспектив. И здесь уже даже неважно, кто приедет. Причём, в принципе, что хорошо, минное поле Холхенгола прекрасно снимает какие бы то ни было обвинения с Монголией. Отвезти его на Холхенгол — это отвезти его на минные поля. В необитаемой стране Холхенгол не разминирован по сию пору. Там всё как было в войну, так и осталось. Я был на Холхенголе, и сейчас, несколько лет тому назад, там не только линия окопа сохранилась, там по сию пору валяются танки, подбитый самолёт, стрельные гильзы. Если хорошо подготовиться, может произойти несчастный случай. И Монголия абсолютно будет не виновата. С одной стороны, она готова была арестовать, но только потом, потому что она прекрасно знает нормы международного права, у неё свой судья, она полностью, да, Гаагский суд. Ну, раз гость приехал, давайте мы его сначала накормим, напоим, а потом, простите, не уберегли. Вот вам салфановый пакет, распишите за содержимое. Будем надеяться, что 3 сентября таки станет днём прощания. Ну и кончина бункерной р... стала бы достойным подарком на мой день рождения в этот день. На фоне отчаянных попыток Российской Федерации максимально сблизиться с КНР, чтобы хоть как-то возместить ущерб от экономических санкций стран Запада, российский диктатор Путин ошарашил свой глубинный народ неожиданным признанием о китайском языке и маленьких членах. Об этом он также сказал во время открытого урока разговор о важном в школе Кызыла в Туве. Как скоро разговаривать по-китайски обяжут всё население РФ, пока не ясно. Однако уже сейчас такие перспективы вырисовываются довольно чётко. Эрдоган решил и рыбку съесть, и не намокнуть. Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, объединяющую развивающиеся рынки, поскольку стремится, оказывается, усилить своё глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников, пишет об этом Блумберг. По данным источников агентства, Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования и отсутствия прогресса в её многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу. Эта заявка также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией, и даже после её вторжения в Украину добавили источники издания. Министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались почему-то от комментариев. По мнению источников Блумберг, администрация Раджепа, Таипа, Эртогана считает, что геополитический центр тяжести смещается в сторону развитых экономик. В группу БРИКС, названную из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входят некоторые из крупнейших стран с развивающейся экономикой. В начале этого года она пополнилась четырьмя новыми членами – Ираном, ОАЭ, Эфиопией и Египтом. Саудовскую Аравию пригласили присоединиться, хотя королевство еще не сделало этого в дальнейшее расширение группы может быть обсуждено во время саммита в российской Казани 22-24 октября. Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан есть среди других стран, которые также стремятся присоединиться к группе. Не подался еще в преисподнюю, хотя хотелось бы, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Но это не точно. По крайней мере, какое-то видео выступление его перед студентами МГИМО достали. Но шарманку покрутили в старую. О недружественных странах. Мы открыты для контактов и со странами коллективного Запада, при том, разумеется, понимание, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны. На любые недружественные шаги будем по-прежнему жестко реагировать. Выбор не за нами, а за теми, кто встал на путь сознательного разрушения отношений с Российской Федерацией. Лавров Шрёдингера. Не столь важно, жив или мертв. Как дипломат Конь Лавров уже действительно давно коньки отбросил, говорит в нашем эфире российский оппозиционный журналист Игорь Хековенко. Как же надо прожить жизнь, чтобы твоей смерти так радовались? Наверное, такие же чувства вызывала смерть Риббентропа, Геббельса, Геринга, Гитлера. Лавров не является фигурой, которая сколько-нибудь незаменима. И вы знаете, причина этому одна. Дело в том, что Лавров сделал все для того, чтобы в России исчезла дипломатия. Вот ее просто нет. Я не думаю, что у Лаврова была какая-то самостоятельная роль. Дело в том, что... Ведь Лавров работал в Министерстве иностранных дел еще в самом начале 90-х годов, когда внешняя политика была совершенно другая. И он придерживался совершенно других взглядов, поддерживал совершенно другую внешнюю политику, когда она была, так сказать, ориентирована на вхождение, на то, чтобы в Россию вошла в мировое сообщество. И там не было никакой конфронтации, не было никакой ориентации на войну. Срочно! Хотим жить вечно! Российским ученым по приказу дружбанчика Путина велели срочно придумать лекарства от старости. В начале июня Минздрав РФ потребовал от российских научно-исследовательских институтов срочно предоставить наработки по борьбе со старением. Это следует из письма Департамента науки и инновационного развития ведомства, с которым ознакомились с изданием «Медуза» и «Система». Нас попросили в срочном порядке прислать все наши разработки. Причем письмо пришло, скажем так, сегодня. Отправлять все нужно было уже вчера. Подтвердила в разговоре с журналистами врач одного из национальных медицинских исследовательских центров. Сотрудник другого центра признался, что буквально офигел, когда увидел эту бумагу. Ну, конечно, нам сейчас, кроме этих старых дней, пожилых российских политиков, восстанавливать некого. Ага, то есть ровно сейчас, когда идет война, мы должны все бросить. Этот цинизм даже озадачивает, отметил он. По данным источников «Медузы» и «Системы», основным лоббистом программы является глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, которого называют любимым физиком Путина. Он также известен антинаучными высказываниями и близкостью к Росатому. Брат Ковальчука Юрий занимается бизнесом и отвечает за деньги, женщин и досуг Путина. Это Миша Ковальчук, который бредит вечной жизнью и геномом русского, добежал до президента, объяснил близкий к Кремлю собеседник журналистов. Источник в одной из столичных больниц ирогнично назвал инициативу причудами стареющего политбюро. Да, хотят лекарства от старости, а лучше бы попросили от глупости. И этим старым пням слово «вечность» из кубиков льда точно не собрать. Ирина Узлова была вместе с нами. Наша программа «20 минут. Каждый день» собираем для вас самые свежие новости. Главное, их анализ от наших эксклюзивных экспертов. Поэтому, друзья, если хотите знать еще больше, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24 канала. Нас уже больше 7,5 миллионов. Именно и только благодаря вам. И мы всегда рады, когда число нашей умной аудитории только продолжает расти. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. И пишите свои комментарии, что думаете, что бы вы при этом не думали. И делайте правильные в первую очередь для себя выводы. Увидимся уже завтра и обязательно победим.